Всем привет дорогие зрители, на связи IT-District. Я рад вас приветствовать в закрытом обучающем интенсиве по созданию современного универсального просто огненного интернет-магазина. Для того, чтобы приступить к созданию сайта, то есть к созданию интернет-магазина, у вас должен быть домен, то есть адрес вашего сайта, хостинг, то есть пространство, где будут расположены файлы вашего сайта. И также у вас должна быть установлена CMS WordPress. Если вы не знаете, как это сделать, то напишите мне, я вам помогу. Все ссылки для связи со мной есть на этой странице. Итак, вы создали домен, настроили хостинг, установили систему WordPress и зашли вот в такую панель. У вас должна быть отображена вот такая консоль редактирования. В первую очередь нам нужно установить тему оформления. Для этого мы во внешний вид наводим курсор мыши на внешний вид, выбираем темы. Итак, для установки темы оформления кликаем по кнопке «Добавить» и в это поле вводим название темы «Алмейра». Заодно расскажу про этот интернет-магазин, который мы с вами настраиваем. Это уникальное решение. Вообще существует два вида интернет-магазинов. Это витринные и классические. Ну, то есть не классические, они как современные, а не классические сейчас на текущий момент времени. Витрины раньше, которые раньше были, очень популярны. Многие дают им сейчас приоритет, потому что это просто как бы шапка, подвал сайта, понятно. И просто на главной странице выложены товары по категориям и можно фильтровать их. Просто все по-простому. Вы заходите, выбираете товар. И есть как бы сейчас, которые считаются классическими магазинами, это когда на главной странице различные баннеры, презентации, различные категории с товарами, а каталог уже отдельно на отдельной странице. Так вот, это решение, это как бы совокупность двух этих подходов. И это очень классно. Поэтому я очень рекомендую этот интернет-магазин. Вот он, мы его нашли. Кликаем «Установить» и «Активировать». Все отлично. Теперь, видите, вот появилась наверху вот такая кнопка. Кликаем по ней. Здесь, во-первых, нам рекомендуют установить плагины. Видите, тут очень много этих плагинов. По всем кликаем по кнопке «Установить новый». Просто давайте все прокликаем. И теперь нам нужно немножко подождать. Как вы видите, у нас же все установилось. Теперь, видите, вкладка «Плагины». Кликаем по ней. И вот отображены все, как бы, установленные плагины. Но не все из них активны. В общем, что нам нужно сделать? Во-первых, вот этот плагин нужно удалить. Hello Dolly. Этот антиспам хотите использовать, хотите нет. Теперь нам нужно настроить WooCommerce. То есть плагин, который сделает из нашего сайта именно интернет-магазин, нужно устанавливать через специального помощника. Для этого кликаем вот по этой кнопке. Сейчас я вам расскажу о необходимости установки через этого помощника. Если вы не пройдете эту установку, то у вас не создадутся такие страницы, как корзина, оформление заказа, каталог. То есть не подсоединиться функционал интернет-магазина. Придется делать это все вручную. И никто вам не даст гарантию, что потом это все не слетит. Поэтому обязательно пройдите установку через этого мастера. Кликаем «Да, пожалуйста». У этого мастера обновленный интерфейс, нежели чем было раньше. Здесь мы вводим, ищем регион, то есть вводим страну, вводим город. Но я сделаю автозаполнение. Я ввел город, адрес и индекс. Теперь кликаем «Продолжить». «Продолжить». Выбираем вашу сферу, в которой вы занимаетесь продажей. «Продолжить». Выбираете, что вы продаете. Я продаю физические продукты. «Продолжить». Спрашивают, сколько у нас товаров планируется. Я наставлю больше тысячи. И спрашивают, продаем ли мы где-нибудь еще, кроме этой платформы. Я ставлю «Нет». Вот эти маркеры все вставлю в неактивное положение. И «Продолжить». Потом нас спрашивают, не хотите ли вы сменить тему оформления. Я кликаю по кнопке и это подтверждает тем самым, что я хочу остаться на текущей теме оформления. Все. И дальше «Нет, спасибо». Теперь давайте перейдем обратно вот сюда в консоль. И мы должны снова кликнуть вот по этой кнопке «Get Start». И здесь есть вот такая область «Import Demo Site». В общем, это решение позволяет не настраивать с нуля эту тему оформления, а импортировать базовые настройки. Кликаем сюда, по этой ссылке. И здесь нам нужно выбрать, ну, какой внешний вид вы хотите сделать для сайта. То есть, есть легкий стиль, есть темный стиль, есть боксы, да. То есть, я выберу темный стиль. Кликаю «Import». И я говорю «Да, эту тему я хочу выбрать». И кликаю по кнопке. И начался импорт. Вот здесь отображается прогресс импортирования контента. Нам нужно подождать. Как вы можете видеть, наш контент импортировался. Для того, чтобы убедиться в этом, давайте перейдем на сайт. Наверху наводим курсор мыши на домик. Кликаем «Перейти на сайт». Пожалуйста. Все импортировалось, как я обещал. Давайте вернемся в консоль. На колесико наводим и консоль. Теперь нам нужно установить все остальные плагины. Для этого плагины установлены. Давайте список. У нас есть плагин «Witch List». То есть список настройки избранных товаров активировать. У нас почему-то не активировался. Теперь все хорошо. Итак, для того, чтобы установить новые плагины, нам нужно кликнуть «Добавить новый». И в это поле поиска мы будем вводить названия плагинов, которые хотим установить. В первую очередь нам нужно установить плагины для настройки контактной формы. Для настройки контактной формы используются три плагина. Первый, во-первых, это настройка самой формы, «WP Forms». «Установить». Далее создание всплывающего окна «Pupup Maker». Весь список плагинов будет доступен по ссылке рядом с видео. «Установить». Далее плагин для создания кнопки «Max Button». Далее нужны нам плагины для настройки функционала личного кабинета. Во-первых, давайте установим «Capture». Вот этот плагин «Установить». Далее нам нужно установить плагин, который настроит название нас как адресата для письма, который будет приходить клиенту с уведомлением о регистрации на сайте. Вот этот плагин «Установить». Далее нам нужен плагин для настройки, в общем-то, панели авторизации. Как-то так он называется. Вот этот плагин «Установить». Дальше нужен плагин для настройки, для прокачки нашей панели, которая будет расположена в сайтбаре для авторизации. То есть это основная панель, да? А есть еще другая панель у нас будет. Вот так вот он называется. Вот он этот плагин. Логин «Видж Аякс». «Установить». Далее нам нужно установить плагин, который позволит расширить нашу панель редактирования контента. В основном мы этой панели будем пользоваться при создании описания для товаров. Плагин называется «Advanced». Вот он этот плагин с городно-шумной аватарке. Далее нам нужно установить плагин, с помощью которого мы настроим иконки для наших пунктов меню. Вот он этот плагин «Установить». Далее мы настроим плагин для настройки функционала именно интернет-магазина. Во-первых, это «Minimum Order» называется. Плагин для настройки минимальной суммы заказа. Вот этот плагин «Установить». Далее мы настроим плагин для настройки полей оформления заказа. Это «Safali». Вот он этот плагин. Дальше нам нужен плагин для настройки вкладок в карточки товара. Вот этот плагин «Установить». Дальше нам нужен плагин для настройки фильтров уже в самом каталоге. В «Уф» вводим. Вот он, фильтр товаров. «Установить». И, возможно, нам понадобится плагин «Elementor» для красивой настройки всех страниц. Для этого мы установим плагин «Elementor». На всякий случай. «Установить». Это был последний плагин, который нам потребуется. Поэтому после его установки мы должны активировать этот плагин. «Активировать». Теперь нам нужно перейти в «Плагины». Выделяем все плагины. Снимаем с антиспама. И снимаем уже с активированных плагинов. Их не так уж много. Так, и внизу, вот здесь, где действия, выбираем «Активировать» и кликаем по кнопке «Применить». Происходит активация плагинов. Так, у нас все плагины активировались. Давайте посмотрим. Тут нам шаблон добавил свои плагины, которые мы установили. Теперь нужно перейти в страницы, все страницы. Сначала мы установили тему оформления. Были созданы одни страницы. После того, как мы загрузили контент, создались, скажем так, дубли этих страниц, которые нужно теперь удалить. Значит, страницы с приписками, с такими сервиями мы не удаляем. Мы удаляем эту страницу, эту, эту, хотя контакты можно оставить еще. Мы посмотрим, может, мы что-то сможем сделать с этой страницей. «My Account» удаляем, «Sample Page», «Shop» удаляем. И все. Получается, да. Давайте действия «Удалить» и «Применить». Ну вот, собственно, предварительную настройку мы закончили. Теперь нам нужно будет в первую очередь настроить различные формы обратной связи, карточки товара, то есть сделать некоторые приготовления. Мы начнем этим заниматься на следующем уроке.